Ну и там пипец долгий, у меня уже отпуск заканчивается, вы только тренера назначили. Я думал у меня будет каждый день по выпуску турецкого дневника, а в итоге вот уже только к воскресенью сподобился записывать второе видео. Маркус Гиздоль, Гиздоль, как его там, не знаю, пока сложно что-то сказать конкретно непосредственно о тренере, потому что фамилия для очень многих, и для меня в частности, не такой я большой знаток немецкого футбола, чтобы узнать тренеров из подвальных команд, но вот это теперь наш главный тренер. По крайней мере, очень странное заявление было у сайта, что Локомотив договорился о том, что он будет когда-то там нашим главным тренером, то есть еще даже контракт не подписан, сам тренер, я так понимаю, в Москву еще не приехал, и никаких подробностей, ничего нет, то просто взяли и выкатили сообщение, причем в тот самый момент, когда я на бусте записал о том, что, ну, наверное, пора уже что-нибудь бы сделать, потому что неделя прошла, и на эту неделю, и в целом на вот этот вот отрезок между сборными я очень сильно надеялся, что Локомотив сможет подтянуть хоть как-то свою физическую форму и выйти вот из этого крутого пике, в который мы вошли с поражением от Ростова, двумя ничьями с последними командами и все такое. Эта неделя прошла так, что мы вообще не знаем о том, собиралась ли команда, тренируются ли они, что там вообще происходит, то есть неделя вылетела напрочь. В прошлый раз, когда был такой перерыв, мы хотя бы Товарняк играли с ЦСКА, были какие-то сторисы, была трансляция Товарняка, ну, было понятно, что команда чем-то занимается. Сейчас уволили Николича, поставили Ласькова исполняющим обязанности, и все, на этом команда, видимо, просто куда-то уехала, может быть, где-то в соседнем отеле сейчас находится, и отдыхают футболисты, не знаю. И опять же, да, новый тренер, когда только приедет. Сейчас только объявили его фамилию, а когда он там приедет, непонятно. Сам Гиздаль, что он из себя представляет, насколько я успел прочитать, да, это человек, который в основном работал в подвальных командах, брал Хофенхайм, брал Гамбург, брал Кёльн. Это команды, которые вечно болтаются между двумя Бундеслигами. Ну, Хофенхайм в меньшей степени, потому что Хофенхайм при рангике поднимался, поднимался, поднимался и закрепился. И вот как раз вот закрепился этот вот примерно тот вот период, когда там работал Гиздаль. А Гамбург и Кёльн, это просто вот всю жизнь команды лифта, которые туда-сюда бегают между двумя Бундеслигами. И вот в один из таких периодов там работал Гиздаль. Как он работает? Он первый год дает результат, причем, ну, достаточно хороший результат. То есть, команда резко выстреливает вверх, а на второй год у него ничего не получается, команда валится, огромные безвыигрышные серии, мало забитых мячей и, как итог, увольнение непосредственно главного тренера. Причем следующий тренер просто после Гиздаля, уж не знаю, что конкретно они там делают, но выводит команду, ну, результаты чуть-чуть выравниваются. Не сказать, что вдруг неожиданно Гамбург начинает бороться за Лигу чемпионов, но, по крайней мере, вот эта вот безнадега последних дней с Гиздалем проходит. Во-первых, что это часто характеризует такие вещи, это то, что человек не умеет с мотивацией команд, да, то есть он просто теряет уже нить общения с лидерами, с игроками. И в итоге команда просто выдыхает спокойно, когда он уходит и начинает играть уже в тот футбол, который они умеют играть. С мотивацией в России очень важно, это зачастую гораздо важнее, чем тактики и любые другие вещи, которые тренеры, варяги, которые приезжают в Россию, могут нам дать. То есть, вроде как приезжает некий тактический гик, но если он не способен замотивировать, не способен зажечь в сердцах огонь, он проваливается. И наоборот, может быть, человек вообще не особо в тактике силен, но при этом он заведет в раздевалке, и наши замечательные русские футболисты начинают за него играть, бороться и выигрывать чемпионство, как это было, например, с Массимо Каррерой. Второй момент, который я отметил, когда я читал не так много материала про Гизделя, но что-то удалось найти, то, что он ставит хорошую физическую форму, и в целом его команды играют в очень атлетичный футбол. И про это тоже много написали, о том, что он любит прессинг, и его команды поначалу стараются как раз играть в этот самый прессинг, бежать, прессинговать, забивать больше, чем соперник. Хофенхайм с вот этим вот замечательным сезоном, когда больше 70 забитых и больше 70 пропущенных, просто уникальная история. Вот такой футбол любит играть Гизделя, но не всегда получается, потому что команды ему дают а-ля Кёльн и Гамбург, которые, если кого-то начнут прессинговать, то получат 8-9 мячей в свои ворота. Мне кажется, кажется, вот почему-то такое ощущение, что Гизделя был, ну, просто один из немногих свободных на данный момент вариантов, которые Рагник смог найти за этот небольшой период. И что просто категорически опровергает все вот эти вот теории о том, что Рагник и Цорн с самого начала хотели убрать Николича, и вот только первые плохие результаты пошли, они его убрали. Нет, если бы это было так, то у Рагника точно совершенно была бы на готове уже замена, не нужно было ждать неделю для того, чтобы выбрать один из самых неочевидных вариантов, просто потому что он свободен. Мы бы уже на второй-третий день знали бы точно имя и с ним бы договаривались, и это был бы кто-то из, ну, более звучных имен. Я на 100% в этом уверен. Второй момент, да, что, скорее всего, это временно. Скорее всего, Маркус Гиздаль подписывает контракт, возможно, он останется в структуре у Рагника, да, там, ассистентом или тренером Казанки, или еще что-нибудь, или перейдет в наш фарм-клуб в Европе, если таковой появится. Но здесь и сейчас он должен будет заложить базу, ту самую базу, которая позволяла командам, которые он принимал в течение первого года, показывать хорошие результаты. Это база по физподготовке, базу по тому, как прессинговать, так как нужно играть в современный футбол и все такое. И еще один третий момент. Это то, что не стоит рассматривать Гиздаль как единицу, да, человека, который будет самостоятельно все решать, все придумать, как у нас был Марк Николич. Теперь это будет просто человек, который ответственный за выбор состава и все такое, но действует в коллективе Рагникова, совместно с Рагником, уверен, что будет гораздо больше взаимодействия, чем у Рагника с Николичем. И, ну, здесь в этом плане уже, конечно, звучит гораздо лучше, чем просто главный тренер Маркус Гиздаль. Ну, потому что у Рагника, в отличие от Гиздаль, уже есть опыт работы с достаточно успешными командами, и Лейпциг приводил, и до этого в целом как тренер работал неплохо. Так что, как мне кажется, живем до следующего лета с парой тренеров Рагник-Гиздаль. Скорее всего, должно пойти улучшение по результатам, но главное, что команда будет перестраиваться, команда будет учиться играть в этот самый атакующий, прессингующий футбол, который и хочет видеть Ральф, который позволяет продавать игроков. Опять же, про Гиздаль говорят о том, что он хорошо с молодыми футболистами работает, много молодых вытаскивал, выращивал, находил к ним подход, и они после этого уезжали в топ-клубы. Дай бог, что-то подобное будет у нас. У нас есть небольшой скепсис по отношению непосредственно к самой личности Гиздаля, но в целом все укладывается в общую концепцию. К сожалению, но очевидно, найти в середине октября срочно-срочно тренера, который пойдет в локомотив, оказалось непростой задачей. Если окажется, что Гиздаля подписали с контрактом, не знаю, там на 5 лет и с неустойкой в 3 миллиона, это будет отвратительным шагом, на мой вкус, это будет неправильно. Но если сейчас нам покажут, что Гиздаль – это человек временный, что еще очень важно, кто ассистентами к нему придет, тогда вполне допускаю то, что это может сработать. Все, пока, до следующих включений. Продолжение следует...